МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заказ на изготовление и монтаж элементов композиции получил Гомельский домостроительный комбинат. Соответствующие работы на предприятии начали в марте. После получения документов от архитекторов их адаптировали под технические возможности предприятия. Значительных корректив при этом не вносили. После получения проектной документации около трех суток уходит на изготовление арматурного блока, изготовление опалубки, доработки рабочих чертежей под возможности линии и, соответственно, постановки на производство и выпуск уже готового изделия с отгрузкой на строительный объект. В Светлогорском районе об этой трагедии помнили всегда. Историю в деталях до мелочей изучили в местном историко-краеведческом музее. После освобождения этой территории специальная комиссия подсчитала потери среди мирных жителей. 3271 человек. Сегодня эта цифра значительно выше. 7223 расстрелянных и сожженных. Эта тема, конечно, очень тяжелая. Поэтому, конечно, для детей мы стараемся в подробности не вдаваться, более так поверхностно рассказать на уровне того, что может воспринять ребенок. А для взрослых, конечно, мы рассказываем обо всех событиях, которые проходили у нас на Светлогорщине во время Великой Отечественной войны. То есть этот стенд посвящен политике нацистов по отношению к мирному населению. 14 января 1944 года в Алле погибли 1758 человек. 950 детей, 508 женщин, 200 сельчан преклонного возраста и 100 мужчин. Зимой 43-44 эта территория оказалась в прифронтовой полосе. В связи с тем, что Алла находилась в глухой местности, сюда пришли беженцы из 11 деревень современных Светлогорского и Жлобинского районов. В декабре 43-го кто-то убил двух оккупантов около расположенного на окраине моста. Его остатки сохранились до нашего времени. Около трех недель жители прятались в лесу, боялись, что сожгут. Утром 14 января вернулись в дома. Через несколько часов сюда пришли каратели. Несколько человек смогли спастись, хотя рассказывали о том дне неохотно. Настолько трудно было даже спустя десятилетия вспоминать о пережитом. Среди этих людей еще был и мамин двоюродный брат Создудич, Селивончик Николай, как получилось, что тоже он бежал, он был самый маленький. И немец насквала его овчарку, догоняет овчарка его раз с лапами, и он падает на снег, подхватывается. И так несколько раз. Он только смог спасти, потому что немец пожалел не его, а пожалел свою овчарку. Анастасия Курлович, видя, что смерть неизбежна, сама попросилась быть сожженной в своей горящей хате. И хохочущий офицер немецкий, и солдаты разрешили милостиво ей сгореть в этой хате. И она шла, как наш охот своей судьбы, в эту хату. А ее сопровождал фашист, поливая ее бензином. Светлогорский краевед и поэт Изяслав Котлеров идею строительства мемориала в деревне Алла озвучил одним из первых. Он же внес и первые средства на реализацию проекта. Кроме того, по его инициативе в прошлом году в районе провели тематический пленэр с участием белорусских скульпторов, членов Союза художников. Из многотонных камней они сделали 10 композиций для будущего мемориала с символическими названиями «Плач», «Молитва», «Память о последнем дне», «Сожженное сердце Аллы». Сейчас композиция находится на территории санатория «Серебряные ключи», в котором отдыхают жители Беларуси, России, Украины и стран Балтии. Сейчас это временное пристанище этих скульптурных композиций. Конечно же, является гордостью санатория. И люди, отдыхающие в санатории, интересуются, что это, расскажите. Планируется, что открытие Народного мемориала в Оле состоится накануне 75-й годовщины Победы. Сегодня здесь идут строительные работы. В деревне постоянно находятся около 40 специалистов Гомельского домостроительного комбината. Однако с увеличением объемов работ их штат расширят. Кроме того, в ближайшие дни сюда выйдет бригада отделочников. Основные работы ведутся на так называемой «Главной улице», которые выходят на братскую могилу. Именно здесь похоронены 1758 мирных жителей, а также 1020 погибших при освобождении района красноармейцев и партизан. 1020 воинов и 1758 мирных жителей. Это ли не самое трагическое место в нашей республике? Наверное, все-таки здесь. Нам хочется, чтобы это место было обозначено краснолистыми, дикорастущими яблонями. Вы только вдумайтесь, как судьба могла распорядиться. Есть сорт этих яблонь, которые называются «Ала». Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова